Блин, надоело уже здесь. У меня глава-то работает очень круто. Я в своё время работаю. Я занимался. Хорошие должности я занимал, но там 90-е годы пришли, и сам знаешь чё, и рысь-рысь, и всё это потрезло. Вот здесь палатка цветочная. Она на остановке. Да, 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 знаю. Недавно поставили. А, вернее, давно стоит она. Там рядом ещё поставили. Ну, ты видел? Нет, она одна стоит. А, цветочная? А там другую поставили палатку ещё. Металлическую. Да, да. То есть их замена сейчас везде идёт. То есть типа города такой. А, цвелом наш город чистый. Вот. Ну, тут одного, я говорю, давай мне дай на раскрутку. Ну, вот хочешь, по-моему, реально помочь нам купить? Говорит, дай мне на раскрутку. Это, это, ну, делаем. Потом зажался, ничего. А так бы у меня префект знакомый. Ну, он же в храм что-то не такой, ну, он бы мне помогли иметь тут там как-то оформить, аренду можно, это же первое время. А, аренду там 3-4 месяца, и платишь, и здесь и аренда, собственно, смешная. 4-500, что ли, я вместе. Вот. Она небольшой будет доход. Она стольничек, но ты будешь стабильнее получать. Понимаешь, вот. Насчёт этого, тут у меня вот голова работает, у меня вот это уйдёт. Я в своё время работал с детьми ДЦП, и нас, поляк, кинул в полном смысле. Я работал, то есть, вкладывал своё дело. Говорит, я хотел в Воронеже своими, революционный центр открыть и прочее, прочее, прочее. И он раз, и всё, и продал это всё в Польше. А там уже другие законы. А у нас там основное дело. И он меня нагрел, и я остался в чём. Ну, понятно. Не при делах. Вот говорят же, хочешь поссориться с лучшим другом. От сумы, от тюрьмы. Вот, поссориться. Да, да, да. Хочешь поссориться с лучшим другом, начни общий бизнес. С кем? Ну, с лучшим другом поссориться якобы хочешь. Все равно придёт в тупик. Да, и все равно. И вот удивительно же, почему так вот, непонятно. Всё-таки надо всё равно идти, получается, одному. Деньги. Деньги. Алчность, пороки. Хочешь открывать, открывай один. Всё. Никаких родственников, никаких друзей. Друзья это вот шашлык, прочее, там, дачей. Вот так. Отдавь, но занимаешься своим. Это я тебе просто говорю, ты ещё молодой для будущего. Согласен, согласен. А так, если берёшь друга и прочего, всё равно подсидит. Всё равно подсидит. Ну, вот так вот у меня вот тоже такие же друзья были. Вот с кем. И проработал, и прообщался, и рестораны были, и всё было. 25 лет. И вот так вот. Всё. Не хотел идти, не хотел. Думаю. И деньги, бабло. Было, было. Всё было. И всё потерял, бабло. Вот всё потерял. Сейчас есть двухкомнатные квартиры. Там у меня своих детей нету. У бывшей жены она вот, 18 лет. Вот как будто она умерла и всё забрала. Ты понимаешь? А я с ним не ссорюсь. Её это ребёнок. Ну, в смысле сына. Ну, какой-нибудь жены, я не знаю. У него три дочки. Двухкомнатная квартира. Вот ты представляешь? Там забирать, собственно говоря, ничего. Я мог бы свою долю взять. Но вот как бы я человек верующий, понимаешь? Я вот через себя переступить не могу. И вот её чуть-чуть, вот здесь в жюлебе, вот там, в развале. Такая старенькая тётка, конечно. Не знаю, что дальше там получится. И вот, кроме удобства, 11 лет, всё. Ничего. И вот, живу. И пенсия. Прицевать. Вот. А когда-то бачки и доллары. Да. Бать. Вот. Головы не было. Ну, тогда, 90-е годы, приватизация в 94-м году пошла, понимаешь? Ты их, ты не мог их куда-то. Вот, ну, некуда было вложить. Некуда, да. А ну, как, недвижимость вот эта тоже? Это сейчас недвижимость. То есть, покупаешь собственно. А раньше-то сложнее. А тогда-то это не было. Сейчас всё было государство. Вот куда-то. Никуда. А, Балл. Всё. И всё пошло вот как. Вот пошло у меня крахом. Вот. Сейчас лежу, блин, и думаю, это же вообще нечто. Нечто, что и голова есть, и образование есть, и это, и я стою на паперке. Ну, это же не фигасипе. А что мешает вот, чтобы для толчка вот вперёд? Только финансово, первый капитал, да, который для толчка, да? Мне надо, вот где я сейчас, например, живу, она старенькая уже, ей 79 лет. Вот через год она уже может только оформить там чего-то на меня, но нужно у врача, то есть она дееспособная. Вот представляешь себе, я, например, звонила по недвижимости юристы, ну вот, которые действительно занимаются, и кадастровые, да, и лави, вот, вот, 350 тысяч сразу. А у нас с вами бессяк, она говорит, меньше ли нету, потому что кадастровые дома на дом надо делать, и кадастровые, это, на земель, чтобы вы что-то получили. Ну, понятно. Приснуть, понимаешь? Это знаешь, вот, приснуть, вот в Жулебино осталось, так, клочок. Вот это, там метро уже где-то. Вот и всё, ну вот, вот ещё, да, и всё. Ну, дадут компенсацию какую-то, там, копейки какие-то. И вот не знаешь, кого-то бы, какого-то партнёра бы найти, да, ну, действительно, так вот, честно, сделать, ну, делать надо на неё сперва, а потом она якобы как делает дарственность, понимаешь, да, как юридически всё это правильно. Ну, я понял. Она, хочешь, делай, а где хочешь, делай, чего сделаешь? Обалдеть. То есть вот всё это в юридические дела убирается? Всё, нет, убирается всё в деньги. Я вот тебе говорю, я здесь хотел палатку, и это есть, и знакомые есть. Мне бы толчок небольшой, блин, я бы это, я бы всё сделал. Здесь она много не давала, я знаю, тут много не даёт. Но тут, не забывайте, каждый день приводят покойников, и все бегут, где цветы, где ближайшие, где, где, где. Вот она была. Понимаешь? И она стоит ещё на остановке. Ну, ты её увидел. Да, я видел, да, я знаю. Вот, понимаешь? Вот так. Она вот небольшая, а она тебе даст, там, можно первое время самому, а потом нанять кого-то, ну, первое, может, 25 тысяч, да, и вдвоём бы работать. Всё равно же настольник, а всё равно бы стольник отбивал. Я так попрощил, у меня вот идёт по расчёту, я врач, я что работал, знаешь, как, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Это сейчас я притупился как-то, а сел как-то, мне ничего уже не хочется, уже… Сдался? Вот, сдался. Можно так сказать. Понятно. Ну, не знаю, не знаю. Сложно судить. Сам в таких положениях не сегодня-завтра всё куда-то стремлюсь, стремлюсь, а неизвестно, получится, не получится, ну, то есть, есть цель. И я даже рад, что она появилась, потому как у меня не было её, когда я окончил университет, я потерял цель. А была цель – закончить универ, какая-то простая такая, может быть. И вот, когда у меня новая цель появилась, я, как бы, ей живу. Сейчас специалисты очень постребывают. Ну, без опыта сложнее, но, в принципе, там педагогика, я пока ещё не готов к педагогике, так скажем. Это педагогическая. Что-что? Педагогическая. Да-да-да-да. Аккуратнее, аккуратнее. Так что, да, конечно, это сложность бороться с противостояниями с самим собой и так далее. Стараемся тоже. А вот не знаю, выгорит, не выгорит. Ведь жизнь идёт. Положена жизнь на это. Вот удивительно. У тебя уже светлый человек. Я тебе серьёзно говорю. У тебя есть, если есть цель, у тебя всё получится. У меня уже, как бы, немножко за плечами уже нету того стремления, когда, вот, у меня одна была нога, например, здесь, а другая нога на другом конце Москвы. И когда я успевал, я сам не знаю. Я и это делал, и это делал, и всё. Понимаешь? И когда успевал, я работал. Начал пришёл. Чтобы я опоздал, там ничего, не выход, я не снял. Вот такой вообще. А кто вы по профессии, по образованию? Если не секрет. Не, не секрет. Дехнула по образованию. Общественное питание это раз. И юридическое образование у меня есть. Но я не работаю. А когда вот этот лопатник-то большой, бабки-то вот эти вот, деньги-то большие, чем занимались? А это когда я работал с Польшей, вот с ДЦП. А это что, ДЦП? Детские циркулярные параличи. Ну, они вот такие вот, знаешь, да. Ну, это я был коммерческий инвестор. Я, то есть, запад, делал с медицинского оборудования. А с медицинского оборудования, ты понимаешь, в смысле, краб отходить, например. Корея, она, вот Китай, получается. Ну, Германия, это, там, не сложнее. Ну, там, дороже, там, качественнее. Ну, там, понимаешь, а тут большинство с Кореей. Корея. Это было. У меня осталось, наверное, поставщики были. Я с ним. Ну, я понял. Как будто вы игрались на ценах и так далее. Я делал завод, там, ну, 10 миллионов, примерно. Угу. Все. У меня откажут. А вот это, раньше, вот как говорят, еще во времена еще советской власти, когда вот это вот, форсовщики и так далее работали немножко. Вот на этом, говорят, очень тоже многие поднялись. Вы не промышляли, не занимались? Нет. У меня такой тогда надобности не было. Кто-то так говорит. Я работал центрально. Я технологическое, это общественное питание был. Я закончил, когда их сделали. Вот. И поступил тут же в юридический. Юридический на третий курс следователь. А тогда следователи получали 90 рублей. А у меня тетка работала в центральном, на Арбате, в ресторане. Буфетчица. Обычная буфетчица. Ну, тогда буфетчица, это не директор. Она в семье, понимаешь? А она говорит, нафига тебе это надо? Сейчас ты закончишь, туда-сюда, здесь бабло, туда-сюда. Вот она, по-моему, говорит, не было. Тут деньги, это, 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 это. И она мне вот, как бы, я, то есть, если сейчас мне заканчивали, фу, пойти, то переаттестацию, ну, вот как у тебя, ну, если ты будешь преподавать, то переаттестацию надо. Да, да, да. Так и у меня есть. Вот так он валяется, а закон, во-первых, где были тогда, и сейчас законы. У нее большие разницы, правда? Да, в этом деле надо вообще каждый месяц или каждую неделю в голове переключил. Голова работала. Вот и она меня в этот, вот где глобус. А там же был валютный, валютный кафе. То есть, только для иностранцев. И она меня туда барменом устроила. Красава. Вот и все. Я, то есть, доллары, там, сразу КГБшники, сразу, понимаешь, все. Запись, какая-то информация. Ну, тогда все работали. Знаешь, не работали. Как бы, типа, случайно. Кто, чего. Там, 6-7. Ну, это сейчас такие просто, с которыми они находятся. Когда там девочки ходили, знаешь, с какими-то иностранными языками. Ну, там. Вот так. И эрудировали. Там, посмотришь, красавицы просто. Они очень любят. Иначе, вот, там. Их пушкали. Я вот это работал. Работал очень плохо. Я, то есть, вот этим вот фарапорцеванием, там, штанами, ручек, ручек. Мне это не нужно. Хватало и да. У меня и была своя работа. Обалдеть. Ясно. Вот так. Не знаю. Как-то вот тогда, понимаешь, было бабло? Чё ты? Ну, если ты волгу купишь, ты стоял на отметке. Всё. Это сейчас. Любую хоть покупай, да? А тогда тебе сразу... На отметке сейчас не ставят, да? На галочку? На зарплату. Не живёшь. У меня была семёрочка, троечка сперва, семёрочка. Машинки. Ага. Тогда. Волга считалась шиком. Волга, это было то, что это первых секретарей возить, там, директоров. Вот это два, хоть завода. Волга. Да, вот. А так попробуем. Волга. 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 Я сейчас даже помню. А тогда это... А так просто было. Да. Да. То есть спокойно. Эта квартира была в Измайлову у нас тогда с женой. В квартире была и панасоник был, и все дела. И это... Ну, то есть вот так. А вы развелись, да? Что? Не, она умерла. А, вы же говорили. Да, да, да. В рак. А вам? Не, в рак. На каком году? Не, она. Вот она умерла, и все. Как будто все. Все. Все у меня куда-то откосло. Пошло, и все. Я не знаю. Как это объяснить? Вроде бы никому ничего плохого не делал. А вот так? Что случилось? Какой-то где-то сбой был очень получился. У меня было одно время как-то сбой. Я помню. Потом я откуда не возишь ехал. Опять я начал так поднимать землю. А сейчас не знаю. Как приебаться. То есть такая цикличность есть в жизни, да? Взлеты и падения, черно-белые полосы. Это неизбежность. Это у всех, да, бывает. Вот у меня сейчас не очень вот это. Что значит будет? Если вот это вниз, то значит вверх будет? Будет. Будет, да? Будет. Это у всех. Шкала, то есть равномерно, никогда не будет. А-а-а. Понимаешь? Кого опыта не будет. Успешного бизнесмена. Он пять-шесть лет там или десять. Не важно, насколько я визуально. Да? Работает прекрасно. Потом раз, все рушится, да? Ну и сколько можно перебрать просто людей, которые вообще нет. Согласен. Не только, а вообще и залог квартиры отдают. И у меня такие есть, например, я сколько. А-а-а.